андрей александр здравствуйте скажите пожалуйста вот как у вас впечатление города воронеже ну воронеж это родной город но то что я приехал сюда восемьдесят пятом году здесь был восемьдесят шестом восемьдесят седьмом ничего не меняется это конечно плохо если нет такой же нет денег почему все ничего нового будем разбираться завтра буду в москве с андреем константиновичем исаевым говорит на эту тему и другой вы хотели сказать да что ж это такое будем наводить порядок а если не ошибаюсь вы были восемьдесят шестом наверное году в парке динамо выступали был такой концерт да был конец после этого говорят парк закрыли вот у нас такая информация вот после этого концерта думаю что на реставрацию вас точно закроют скажите вот вы учились на каменщика насколько я знаю пригодился ли вам это в жизни да потому что каменщик это масоны это отдельная лоджия и я хочу сказать ложе такая когда я глотился в депутаты государственной думы я пошел именно потому октябрьскому району где я учился в гпту 24 на каменщика со мной был конкурентом председатель государственной думы ставроповского края сенатор и руководитель бывший этого района заренков и он проиграл каменщику выборы поэтому я считаю что каменщики сегодня это главные люди нашей стране если каменщику разину в девяносто двум году проигрывает председатель государственной думы друг шумейка сенатор то я думаю что это профессия одна из самых лучших никогда не думал что услышу каменщик разин но просто этого никогда не было нигде сказано поэтому впервые я слышу я никогда не скрываю я строитель нет этим нужно гордиться я больше скажу что у вас и два других образования которых мы позже его спрошу да хотелось вот спросить такой вопрос а вы воспитывались детском доме и вот связи с этим родилась группа ласковый май вот да в принципе у меня была группа мираж от мы с группой приехали наташа гулькина рома жуков это вот наша первая состав была света разина еще был значит маленький принц саша хлопков громадский слава и принципе весь наш состав звезды сегодня из этого звездного состава самые главные люди это и рома жуков который самостоятельно работает наташи гулькина который самостоятельно я с 85 года у них директором работал выступали здесь много раз выступали поэтому я считаю так как бы тот состав это золотой состав лучший состав который сегодня здесь но все-таки я уточню вот ласковый май именно про ласковый май это детский дом все-таки так повлиял создать такую группу или вот как вообще это родилось именно вот само это желание создать мне хочу сказать что я услышал когда эту песню узнал что это поют дети с детского дома естественно в оренбурге да я я сначала показал это мы съехали в такси кстати в такси оказалась наташа гулькина когда я и сказал говорю послушай эту песню тебе ничего не навеивает она год ну прекрасная песня а кто это поет и гром мальчишки с детского дома и потом через два месяца она увидела что я уехал от них и поняла что все потом она ведь я смотрю телевидение все разин уже там как мы все быстро делать не на самом деле очень здорово а вот ласковый май без юры шатунова он бы не смотрелся вот на ваш взгляд вот именно в то время состава было много ну знаете ласковый май бы не смотрелся без кузнецова ласковый мая без разина и разина и без шатунова когда сошлись такие три звезды я думаю получился ласковый май если бы не было например кузнецова не было бы еще тунова разина если бы не было разина не было бы шатунова и кузнецова это точно потому что кузнецов то время был арестован сидел уже под следствием в тюрьме за кражу аппаратуры мы вдали лет пять а юра в бегах был его искала труд колония поэтому его точно не было он бы тоже был труд колонии так как я был племянником в то время генерального старца к кпсс то я вытащил кузнецова и выловил шатунова и всех забрал в москву поэтому не было меня не было бы их скажите а вот тот успех который был группы ласковый май сейчас в принципе невозможно повторить даже не в принципе вообще нереально это повторить вот те все что было тогда что вы можете объяснить каким образом вообще это происходило то есть сейчас даже нереально собрать стадионы вот нашим артистам который сейчас выступает в нынешнее время что это было это было как это фантастик это была магия или просто умение андрея разина так руководить людьми знаете если я буду сейчас говорить что гениальный самый лучший генеральный продюсер советского союза если бы не мои мозги и так далее стечение обстоятельств я считаю страна шла к краху развалу жрать было нечего люди были бедные оставалось только слушать музыку музыки западной не было радио никаких не было телевидение было одно крутили утреннюю почту 30 минут один раз в неделю поэтому людям особо слушать нечего была была пугачёва кобзон лещенко и ротару поэтому когда появилась группа мираж уже начался такой интерес и когда появилась группа ласку май просто захлопнули эту хлопушку и сделали так что все 250 миллионов человек услышали белые розы и мы продали 47 миллионов билетов каждый пятый пришел на нашу группу 200 миллионов дисков это кассеты и 100 миллионов дисков в настоящий момент книга рекордов гиннеса сегодня мы больше продали чем битл за всю жизнь майкл джексон вместе с мадонной поэтому я считаю что успех такой не повторит никто в мире мы первые единственные и нам приблизиться практически невозможно ни одному артисту я думаю еще лет сто и никогда не думал что это скажу на вот мне 22 года и вам лично что я вырос на ваших песнях на самом деле но правда у меня дома лежат все диски которые были от белых роз и так далее то есть все это есть все это я слушал и знаю наизусть и хочется сказать не так давно вышел фильм ласковый май который был проиллюстрировал историю того времени как вы считаете фильма успешен показывает именно то что было в то время там про трактор про горбачева про юру про всю историю если учитывать того что продюсер и автор и идеи и вдохновитель этого фильма я то естественно я скажу да мне больше нравится когда у горбачева спросили михао сергеевич а это все правда после премьеры вообще что разин показал в отношении вас его он стал минуту подумал г талантливый подлец я считаю раз он так сказал значит что то все правда а вот группы мираж у вас какие впечатления остались вы достаточно долго там были администратором насколько я знаю директором вот и что у вас после этого осталось вот после вкусе какое приятно неприятно ли все-таки ласковый май больше каких-то позитивных эмоций мне больше всего понравилось что я их развалил вот если пик не развалил и вы не было а так как я их развалил оставил их на улице в алматы и сказал до свидания вы все свободны они все пошли и сделали себе карьеру если я это не сделал то этот бы мираж до сегодняшнего дня тянулся а так у нас рома жуков боевая единица наташа гулькина боевая единица света значит разина с боевая единица ветлицкая боевая единица андрей разин бывая единица и все 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 нашли себя все стали артисты потому что они поняли что теперь они никому не нужны у них такого папы больше нет им надо бежать что-то делать поэтому они перестали петь по чужую фонограмму а пошли записывать свои фонограммы начали ездить на гастроли писать свои песни принципе все произошло хорошо если бы этого не произошло я не знаю чем это все закончилось скажите такой был человек но я не могу о нем в прошлом говорить в общем-то всегда так скажем он в моей памяти лично светлый это юрий айзеншпиц тут присутствует власть ашевский вот ваша встреча первая с ним какая была какие эмоции вас это вызвало он пришел ко мне домой на улицу лесную дом 63 он вышел с тюрьмы я живу прямо напротив тюрьмы у меня лесная 63 у меня окна выходят на бутырскую тюрьму и вдруг там ко мне охранник говорит там пришел к тебе какой-то мужик ну заведи в квартиру он произошел маленький такой щуплый и говорит я вот а то 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 я 10 лет отсидел но я зато администратор я туда-сюда возьми меня на работу я говорю как ты вообще предлагаю предполагаешь что дети там 10 11 лет 12 у них будет директор 10 10 лет отсидевший человек в тюрьме какой бы ты талантливый не был но как я приду министерство просвещения генриевичу кузнецову объясню что вот у нас уголовник который отсидел 10 лет будет теперь заниматься детьми вот я ему объяснил так хорошо нормально доступно вот и после чего но я ему сказал что я видел барда который работает отдельно на гитаре очень хороший бард санкт-петербургской филармонии ездит собирается зал и его зовут виктор цой говорю вот если бы ты с ним поработал то да это я понимаю там неформальные песни там в ласку в мае и тебя не пустят просто это детские дома и вот и должен вообще к детям кто тебя приблизит вообще к детям с 10 лет отсидевший да и он послушал я ему дал телефон виктора и вот так у него все завязалось но мы до конца с ним дружили последний концерт мы сейчас владом вспоминали который состоялся в августе месяце в лужниках ласку май работал первым отделением видят своем вторым отделением это был последний концерт видите мы перед поездкой его последний путь он уезжал когда на дачу мы с ним 30 минут по телефону говорили у нас были планы большие дальнейшем продолжать совместные гастроли потому что наши фанаты помирились и не 60 тысяч человек были мои хорошо отнеслись и его фанаты хорошо отнеслись он на моей чайке выезжал на поле ему все понравилось в принципе вот мы обсудили план и он погиб в принципе у нас хорошие нормальные творческие были с ним взаимоотношения с юрой и он нашел себя я нашел себя я как бы он дружил и с нашими ребятами потом дальнейшем уже много гастролировали поэтому я к юре отношусь очень светло хорошо он талантливый парень но нашелся и добился очень многого в своей жизни такой вопрос не запланировано в продолжении этого вы можете назвать человеком с большой буквы его ну то что он пережил это конечно заслуживает огромное уважение потому что не сломаться там не сдаться он маленький щуплый он меньше вас он худенький я ему говорю говорю как ты вот с такими громилами как ты вообще с ними с динамитом этим со всеми как ты с ними справляется говорит такой вот у него характер был такой жгучий он такой был весь я его приводил в пример и юры что новый своим директорам рашиду дорогого гривот надо учитесь у него смотрите человек словами убивает словами он не морду вам бьет как я а он вам словами говорит игры привыкли что я морду бью надо вот словами я сегодня в этом смогу убедиться наверное новые сель сенсации будет скажите вот такой вопрос вот вы очень разносторонний человек мало кто об этом знает то что на каменщику учились потом вас режиссура массовых мероприятий если я не ошибаюсь и также вас экономическое еще образование юридическое я хотел дополнить два образования скажите вообще как вы в себе это нашли вообще лето после ласково мая пришло или вот помогло ли это в ласково мое в этом позже учились этом правильно то есть после ласково на я все заработал когда 32 миллиона долларов заработал после этого этого стал получать образование и конечно педагоги когда вставали задавали мне вопросы они понимали что задавая мне вопросы они задают вопросы человеку который уже себя Я сделал, все заработал в этой жизни, и учить ему уже нечего. Поэтому я получал это образование для того, чтобы можно было стать депутатом, чтобы можно было стать старшим судебным приставом в Сочи, чтобы быть ректором Института культуры в Ставрополе. Без этих корочек не брали. А так у меня все было, и знаний хватало. Просто я получил корочки и возглавил банки, дважды банк возглавлял. Потом был ректором института, в 30 лет назначен культурой, 5 тысяч студентов у меня было. Это тоже сыграл свою роль. Да, трижды депутат, депутат Моссовета, депутат Верховного Совета, трижды депутат Государственной Думы. Соответственно, без высшего образования никуда. А с такими знаниями не хотелось бы создать какой-то новый коллектив в настоящем времени? Зачем? Если востребованность коллектива Ласкова Майя высока, уже 30 лет, если у нас 120 концертов только у меня, 100 концертов у Шатунова в год, ну куда больше, мы просто уже дальше не идем. У нас было 360 концертов раньше, у Юры 360 у меня в год, каждый день концерт. Но время идет, годы идут. И мы сейчас сделали так, немножко облегчение, 120 я, 100 евро. Но они по стоимости как где 360? Ну да, но оно в любом случае, залы полные, я с удовольствием работаю с ребятами, вы знаете, что у меня случилась трагедия, и я поэтому, да, погиб сын, поэтому меня ребята пригласили, говорят, давай развейся, поехали с нами, все сидеть дома. Вот я поехал, с ними сейчас немножко так боль свою отвлечься. Спасибо огромное на самом деле, что приехали. И вот у нас такой проект «Твори добро», то есть вот, если возможно, можете сказать эти слова на камеру, а потом я дополню. Твори добро. Да, у нас вот человек на своем примере, то есть вы показываете, что можно добиться в жизни успехов без каких употреблений, наркотических средств, алкоголь и так далее. У нас это очень жестко, «Ласковый май» это вообще недопустимо. Ни одного человека у нас наркомана не было, я этим очень сильно горжусь, потому что «Ласковый май» вообще сухой закон, никогда никто не курил. Единственное, мы разрешали Юрию курить, потому что он уже не мог остановиться, но одному, а так и в коллективе никто. Но наркотиков вообще никогда никто не употреблял. Мало того, «Ласковый май», когда работал первые годы, пять лет, они даже не стыковались с артистами, потому что не разрешало в Министерство образования, значит, даже в одной гримерке находиться с детьми, артистом. Это все было ради безопасности детей, и я не допускал вообще никого к ним. У них было 15 охранников, охранял их Герой Советского Союза Чмуров, с ним ездило два воспитателя детских домов, поэтому дети были в постоянном наблюдении, поэтому мы, слава тебе, Господи, этого избежали. Это единственный коллектив, который борется с наркотиками, и я жутко к этому очень плохо отношусь. Мы можем просто сказать на примере то, что Андрей Разин относится очень негативно, вообще плохо к наркотикам, алкоголю и тому подобное. Поэтому человек на своем примере показывает, что можно жить и добиваться таких огромных успехов. Просто для меня это человек-легенда, я даже не знаю, кого привести в пример. Я очень горд, что нахожусь здесь. И спасибо вам огромное, что вы приехали к нам. Мы вам очень благодарны, низкий поклон. Вот, спасибо большое. Вы прекрасный человек. Поль, как вы? Как вы? Давайте стоит. Да. Так. Готовы? Да, да, да. Ну, провокационных вопросов никаких не будет. Андрей Разин, боевая единица. Да. Гениальный, самый лучший, генеральный продюсер Советского Союза, если бы не мои мозги и так далее. Если учитывать то, что продюсер и автор, и идеи, и вдохновитель этого фильма я, то, естественно, я скажу да. Я думаю, еще лет сто. Так как я был племянником в то время генерального стареца КПСС, то я вытащил Кузнецова и выловил Шатунова. И всех забрал в Москву. Поэтому не было бы меня, не было бы их. Все разин уже там. Как бы мы все быстро делаем. Но то, что я приехал сюда в 85-м году здесь был, в 86-м, в 87-м, ничего не меняется. Это, конечно, плохо. Говорят с такой же, нет денег, почему все, ничего нового. Будем разбираться. Завтра буду в Москве с Андреем Константиновичем Исаевым говорить на эту тему. Другое вы хотели сказать. Да, что же это такое. Будем наводить порядок. Ну вот после этого концерта, думаю, что на реставрацию вас точно закроют. Я считаю, что каменщики сегодня это главные люди в нашей стране. Если каменщику Разину в 97-м году проигрывает председатель Государственной Думы, друг Шумейко, сенатор, то я думаю, что эта профессия одна из самых лучших. Я никогда не думал, что это скажу, но вот мне 22 года и вам лично, что я вырос на ваших песнях. На самом деле, ну правда, у меня дома лежат все диски, которые были от белых роз и так далее. То есть все это есть, все это я слушал и знаю наизусть. Никогда не думал, что услышу каменщик Разин, но просто этого никогда не было нигде сказано, поэтому впервые... Талантливый подлец. Я считаю, раз он так сказал, значит, что-то все правда. Он не морду вам бьет, как я, а он вам словами говорит. Я говорю, привыкли, что я в морду бью. Убедиться, наверное. Новая сенсация будет. Когда я все заработал, когда я 32 миллиона долларов заработал, после этого я только стал получать образование. И мы сейчас сделали так, немножко облегчение, 120 я, 100 евро. Но они по стоимости как те 360. Ну да. И спасибо вам огромное, что вы приехали к нам. Мы вам очень благодарны, низкий поклон. Вот.